Всем привет, друзья! С вами снова Александр и у меня прекрасная новость для целой армии, не побоюсь этого слова, фанатов колясочек Эспира, особенно их серии Соник и Соник Эйр. Сегодня я вам расскажу о Соник Эспира 2021 года. Здесь действительно вот все, что не нравилось в 2020 году, вот исправили абсолютно все. Теперь это практически идеальная колясочка на круглый год для путешествий по плохим дорогам. В общем, хороший универсальный солдат получился. Ну, для тех, кто в принципе еще может быть не знаком с этой коляской, я полностью сегодня о ней вам расскажу. В конце подытожим, скажу свое мнение, ну и подчеркну моменты, которые особо важные поменяли. В общем, колясочка у нас Соник. Давайте характеристики зачитаю вам. У нее немножко изменился вес из-за того, что добавили кожу, пластик поменяли на резину и, соответственно, чуть-чуть поменялся вес. В 2020 году она была 10,4 килограмма, в 2021 году 10,9 килограмм. Вот вам основное отличие в весе. Ну, естественно, она там с 6 месяцев и до 22 килограмм веса ребенка может эксплуатироваться. Кстати, ширина колесной базы здесь 61 сантиметр. Ну, так пишет производитель, но я сам лично замерил ее рулеткой, получилось 60. Не знаю, может быть, у меня рулетка китайская, но во всяком случае, вот плюс-минус 60-61 сантиметр колесная база здесь составляет. Ладно, давайте изучать саму коляску. Начнем сверху вниз. Теперь у нас ручка из эко-кожиев, так же, как и в версии Air. У нас здесь красивая прострочка, она толстая, мягкая, приятная. Теперь колясочка ощущается, воспринимается, как дорогой колясочкой. Вот, ручка у нас, естественно, регулируемая по высоте. Ну, куда без этого, с этим все здесь более чем хорошо. Из особенностей вообще, в принципе, этой модели, у нее ручной тормоз. Никаких педалек, ничего. У нас здесь есть, вот так вот, даже виднее, вот с этой стороны, такой рычажочек, которым мы активируем и разблокируем тормоз. Как по мне, это очень крутая тема, что не нужно ковырять обувью, как-то ее там портить. Идеально. Раз и встали. Вот. Итак, сразу давайте обратим внимание на заднюю часть. У нас здесь есть вот такой вот большой кармашек, куда мы можем положить всякой всячины. Задняя стенка у нас здесь откидывается с москитной сеточку. Можно открывать, проветривать. Летом будет очень актуально, не нужно. Закрыли, он закрывает внахлёст полностью и туда не поддувает. Поэтому все хорошо. Также на козырьке у нас здесь есть смотровое окошечко с москитной сеткой. Тоже предусмотрели. Сам козырёк здоровенный. Вот эта секция открывается, ее можно закрыть. Вот. И, соответственно, тут внутри у нас еще одна секция дополнительно открывается. И ребенка мы можем закрыть полностью, до самого бампера. Очень актуально ветер, когда летом. Пыль вот полетела в глаза. Быстро закрыли, чтобы в лицо ребенку там не налетело. И очень-очень спасает. На самом деле, вот такая вот опция, скажем так. Так. Кстати, вот здесь видите крепление. Вот эту часть можно вот так вот завернуть и зафиксировать, чтобы нам не нужно было придумать, как колхозить и крепить вот эту заднюю стенку. Зафиксировали все, у нас здесь будет открыто. Забыл показать этот момент. Так. Что касается самой колясочки. Тут как было все хорошо в самом сидении, так и осталось. Сидение большое. Спинка высокая, широкая. Материалы обалденные, как для этой ценовой категории. К материалам мне очень сложно придраться. Они выполнены как минимум, как в более дорогих колясках. Ну, в общем, к качеству изготовления материалов претензий нет. Строчка ровная. Все хорошо. Так. Что касается безопасности. Пятиточные ремни, естественно. Мягкая накладочка. Все хорошо. Бампер тоже в эко-кожи у нас теперь. Откидывается как калиточка. Само собой. Подножечко выполнено у нас снизу с эко-кожей. Чтобы вот эта вот вся часть, она всегда грязная. Поэтому ее, чтобы легко было почистить. Так. По наклону давайте посмотрим. Полностью вот так выровняю. И у нас тут получается по 170... Нет. 165 градусов. Что-то мне по памяти думал 170. Ну, 165 градусов от полугода этого за глаза. Чтобы ребеночек нормально спал. Вы видите, здесь практически ровная поверхность. Мне кажется, где-то все пересчитать. И там 170-175 даже можно набрать. А я имею в виду наклон. Вот. Так. Что касается у нас с вами рамы. Все. Давайте посмотрим на раму. Рама, она здесь металлическая. Сборка нормальная. Абсолютно. И вот я всегда смотрю на коляски через их цену. И здесь тот случай, когда ожидаешь хуже, получаешь лучше. Сборка отличная. Металл. Все толстенное. Собрано хорошо. Кстати, в комплекте еще идет накидка на ножки для ребенка. Тоже оцените. В холодных регионах будет очень даже. Кстати. Вот. По раме вопросов нет. Сборка хорошая. Колеса у нас теперь не пластиковые, скажем так. А гелевые. И за счет этого она стала намного тише и комфортнее для ребенка. Раньше это было да-да-да-да-да-да. А сейчас вопросов нет в принципе никаких. Это, конечно, еще не надувные колеса. Но это хорошая альтернатива полиуретановым, в этих пластиковых колесах. Отличные колеса. Качество. Вот вообще без вопросов. Поменяли переднюю систему амортизации. Раньше были по бокам пружинки. Они достаточно тугие. И она была пожестче. Сейчас это, по-моему, система антишок называется у них. Если память не изменяет. В общем, стало чуть помягче. И самое главное, тише. В общем, их модернизация в плане ходовых качеств пошла на пользу. Ого-го как. Потому что она ощущается, она дорого едет, эта колясочка. Не знаю, о чем вам это говорить. Но есть такое ощущение, в дорогих колясках едет хорошо. Качественно едет. У нас также есть хороший багажник с нормальным доступом сзади. У нас есть пластины жесткие, чтобы багажник не провисал. В общем, в принципе, для жизни вот все сделано очень хорошо. Колеса передние, естественно, можно заблокировать, чтобы преодолевать неровности. В общем, с этим все хорошо. Так, по-моему, дождевик они не добавили. Да, дождевик покупается отдельно. В комплекте его нет. Так, давайте теперь посмотрим, как коляска складывается. Этот момент нам очень важен. Куда же без этого. Кнопочка сбоку. Нажимаем. И под ребенком на сидушке здесь есть ремешок. Вот колеса, когда складываем, нужно всегда отъехать чуть-чуть назад, чтобы они ушли туда. И они тогда не будут упираться ни во что. Вот, собственно, как она складывается. Вот так она у нас сделана. Компактно, аккуратненько. У меня, в принципе, претензий нет. Единственное, не рекомендуют, так как я вот сейчас брал за бампер, так носить. Лучше брать за ручку, за которую дергали. Вот, так будет понадежнее. Собственно, вот. Для путешествия, поездок, любой багажник она помещается. Поэтому, как такой универсальный солдат на каждый день для любых дорог, я считаю, что это очень достойная коляска. После обновления она стала ощутимо качественнее, приятнее ехать и комфортнее для ребенка. И акустически комфортнее она стала для родителей. Поэтому я рекомендую, обратите на нее внимание. Ценник что у нас? Ну, цена абсолютно нормальная для 2021 года. Ссылку на нее я в описании добавлю. Пройдите, посмотрите. Если в обзоре она вам понравилась, смело заказывайте. Или сомневайтесь, приезжайте, посмотрите, сравните с конкурентами. Убедитесь в тех словах, что я вам в обзоре сказал. Потому что она действительно классная за свои деньги. Очень конкурентоспособная цена. И вы получаете за эти деньги качественный, хороший продукт. Поэтому мой рекомендацион, как говорится. Смотрите, выбирайте. Ну, а если вам этот обзор понравился, вы что-то для себя полезное подчеркнули в обзоре, ставьте, пожалуйста, свой царский лайк. Подписочку на канал не забудьте. Колокольчик, чтобы уведомления вам приходили. Нажмите. И всего вам доброго. Пока. Пока. Пока.